Всем привет, дорогие мои зрители! Утро второго дня здесь, у Чернобыльской зоны, заброшенная хата, которую мы пытаемся немного привести в порядок, навести какой-то здесь уют, для того, чтобы здесь можно было жить. При каком-то экстренном случае, а вы знаете, что у нас сейчас в стране война, если все будет и хорошо, и война эта закончится, то эта хата будет очень нам кстати для походов по Чернобыльской зоне. Здесь можно будет останавливаться перед или после похода. Прямо сейчас подпишитесь, здесь будет очень много интересных видео из Чернобыля. Подпишитесь также на канал Вики, моей жены, мы с ней вместе и делаем эту хатку. Сейчас я вам немного покажу, что у нас уже получилось. Вот здесь прекрасно. Так, ну на утро уже выглядит оно получше, эта краска на стенке. Мы вчера красили. Вот так вот выгляжу я утром. Вылазим на уличку. Что у нас здесь? У нас здесь шел дождь, половину ночи. Половину ночи нам не давали спать летучие мыши, которые мы пытались выгнать с дома, аккуратненько так. Постоянно что-то бегало вокруг дома, какие-то мелкие зверушки. Сейчас я пойду, сниму камеру, посмотрю, что там на ней записалось, ну уже попозже, понятное дело. Мы собрались сделать такую сталкарскую базу, собрались сделать такой домик. Это заброшенное село около Чернобыльской зоны, прям вплотную возле Чернобыльской зоны. Я вчера даже радиацию в печке нашел. Все спалось. Нормально, очень хорошо, лучше, чем дома. Лучше, чем дома даже? Как на природе, да? Да, вообще, это только в зоне, так можно спаться хорошо. Сейчас это только в порядок все проведут. Ну, я думаю, что видео 5-6 будет точно с этого проекта, поэтому запасайтесь попкорном, печенюшками, чаем, будет интересно. Бум, надеяться, что что-то она засняла. Вот она, видите? Процесс умывания. О, хорошо. На улице дождь фигачит, мог бы выйти подождик, умиться, поэкономить воду. Такой дождик, тут деревья вкапает. Дождик ночью был. Ночью дождик был? Да. И ничего, ладно. Нераза немного была, и дождик. Постоянно что-то бегало вокруг хаты. Класс, да? Тут всякая сосна большая, она самая огромная тут. Да, есть такая. Ну, я тебе скажу, если бы мы так проснулись в походе, в зоне, и шел дождь, мы бы не очень были рады. Потому что это бы означало, что нам бы пришлось промокнуть, мы бы промочили ноги. Хотя был бы приятный бонус, мы бы вечером или ночью могли бы быть в Припяти. Допустим. Ну, или в каком-то другом месте, новом для нас. Это тоже прекрасно. Друзья, но сначала мы зайдем к нашей уже знакомой бабушке Вале и принесем ей немножечко продуктов, которые мы вот недавно перед поездкой сюда купили. Конечно же, мы не забываем про стариков. И вы никогда не забывайте. Здравствуйте, дядьки, здравствуйте. 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 Давление заходище. Нема воды, не мачем посуду помить, это проблема. А он, а той колодец не работает у вас? Он уже там, у него грамминка водички. Угу. А еще иди, нам надо, где-то надо ехать. В общем, я вам взяла вот такую лимонную кислоту. О, спасибо, спасибо. По 100 грамм. Я же уши все не вживаю. Каркаде. О, не знаю. А это спасибо, я же говорю вам за... Я не знаю, какие вы любите, мы разные взяли. Хотим скажете, какие вам нравятся. Что рыба тебя баба любит. Хлебчик, он просто ехать. А так я же скажу вам велике спасибо, вы спасатели. А слава богу. Я знаю, я часто сиджу, я понимаю, что хочется приехать, походить, побродить. Мы просто, я дав вспомнить, что это есть. Да, все привезти, нам надо такие лики. Зараз ты и любил, он поган. К бабушке мы сходили, теперь можно идти к хате, к заброшенной хате, которую мы уже начали делать и будем продолжать. Погнали. Еще раз вам покажу хатку уже с подсветкой. Покажу. То с этой стороны. И с этой комнаты. А вот с этой комнаты без всяких ремонтов, с кучей грязи, но зато с историей. И с какими-то куклами непонятными. Видите? Что бы это означало? Кто знает, пишите в комментарии. Вот видите, здесь всякие газетки старые, фотографии, наверное, бывших жителей этой чудесной хаты. Вон, видите, там какая-то губуля с фотками. Это кровать с той комнатой, в которой мы спали, но она требует ремонта. И сюда нужен нормальный матрас. Вот по грубе, что я говорил. Видите, кто-то повываливал. Наверное, кирпичи кому-то очень нужны были. Нам это предстоит заложить, найти нормальную глину здесь в селе, поискать. Нужно продолжать дальше. Процесс ремонта. Вчера красил кусочек вот этого, я не знаю, как оно называется. И тут хорошо горится краска. Ну, вот тут он, с этой стороны. Трошки выдохнули. Да, хорошо берутся. Ну, их можно другим цветом покрасить. Да. Вот такие можно тоже, типа, сделать, типа, такие. Стены, то, что я пытался здесь позамазывать. Ну, в принципе, слава богу, что оно не высыпалось. Это уже хорошо. Гипс. Конечно, даже именно досуг. Гипс, гипс довольно херовый. Ну, либо у меня умение довольно херовое, потому что он был очень такой, с такими камушками взялся он. И тяжело его очень было, тяжело его замазывать. Вот это вот замазано уже моими руками. Все-таки глина, наверное, нужна. Краска, ну, сами видите, первый грунтовой слой, он всегда обезался. Так себе. Видно очень много всяких неровностей на стенке. Вообще, по уму это все нужно было выравнивать, полностью стены выравнивать. Но, честно, у меня не хватает на это знаний. И это, наверное, довольно процесс такой нелегкий, если его делаешь первый раз. Это непростое время, нам нужна ваша поддержка. Если у вас есть возможность, поддержите мой канал платной подпиской. От одного доллара, это всего лишь 30 гривен. Я думаю, для вас это не большие деньги в месяц, а для меня это большая поддержка. Взамен я обещаю вам свежие видео на неделю раньше, чем видео будет открыто в открытом доступе. И также разные фотографии и прочие материалы, которые я по каким-то причинам не могу выложить в открытый доступ. Все будет у меня в сообществе канала. Поэтому поддержите меня, я буду вам очень благодарен. Ссылочка на подписочку под этим видео. Спасибо, друзья. Смотрим дальше. Буду сейчас готовить, кушать. Кушать будем простые вещи, в принципе, как и в походах по чернобыльской зоне. Вот такая вот есть каша гречаная со свининкой. 300 грамм каждому по такой. Просто разогреем на грелочке и будем кушать. Сначала надо дверь сделать, без двери капец. Гречка на завтрак. Потому что на сегодня запланировано доделать. Сколько есть краски, надо лавочку сделать. Бачка, она как страшна, эта лавочка. И надо доделать. Печку доделаю, я, наверное, докрашу с этой стороны все-таки, чтобы она уже была более-менее красива. А там, да я спала, я обнаружила, что там одна дырка и вторая. То есть, надо вот то разобрать и задуть пеной хотя бы пока. Пока. Потом уже надо будет выбывать и делать глиной. Ну, и вот там Стас заделает печку. Если краска завышается, я еще вот эти своды покрашу белым. Но я там хорошая есть краска. Ну да, хотя бы первый слой покрасить. Не водоэмульсионка, а типа. Ну, вот растратом, короче, все материалы, что мы с собой взяли, доделаем более красоту. Потому что я брала и шторы, и картины. Но пока что. Короче, то, что успеем, вот я даже не знаю, чем это закончится в видео. То, что успеем, то успеем. Вика себе кофеечек, да, заварила? Пока меня не было. Соредану, надо еще придумать, что с мусором сделать. Будем потихоньку увозить, наверное, наш на Киев. О, у нас еще есть, смотрите, пена монтажная. Я вместо кофе пью энергетический напиток. Потому что мне вкус кофе не очень нравится. В принципе, есть неплохие доски. Можно с них попробовать тоже под столик что-то взять. Ну, такие, чтобы не гнилые были. Кстати, вон под свет есть эти. Ну, чтобы провести электричество, есть уже эти, изолятор. Ну, щели, щели. Как обычно, щели есть, конечно же, в хате. Вот это была какая-то печка от летней кухни, я так понимаю. Ну, ее уже нет смысла восстанавливать. Смотрите, какая улиточка. Видите? Зверушечка какая. Друзья, мы вооружились вот такой вот строительной пеной. Ее реально много не бывает. Она конкретно дорого стоит. Но сейчас мы попробуем ее использовать и по назначению, и не по назначению. Я понимаю, что по правилам это нужно отшкрябывать и закладывать глиной. Вот то, что здесь щели, которые ведут прямо на улицу. Мне кажется, если мы просто ее тронем, она посыпется вся стена. Ну, давай временно просто задуем, пока нас не будет, а потом проверим, доделаем. О, пошла. Просто задуй пока, да, а потом надо будет вываливать этот кусок, этой стены. Не, штука классная, конечно. Вот щели заделывает. В общем. Да вот тут тоже отсюда. Подуй. Класс. Ну, хоть чуть-чуть, да, чтобы влага, может, не так. Вот, бачишь? Ну, тут, бачишь, оно отстает. Тут даже дырка не на улице. Это печь отошла уже просто из-за времени. Тут оно ж не влияет, наверное, на тепло в доме. Надо задувать, где есть дыры всякие, чтобы тепло не уходило. Ну, вот тут самая, бачишь, проблемная стенка. Вот это вот. А вон, смотри, тоже печь, видишь, шланг, бачишь? Ну, это в коридор дыра, это не на улице. Тут он вообще, он дыхает, как вентиляция. Это просто как верандочка какая-то была, чушу. Нет, тут печка стояла, они тут готовили кушать. Ну, ее украли. Естественно. Ну, либо жители забрали. Я думаю, ее украли, скорее всего. Ну, пока так, но нам надо будет все равно материал, и это все надо будет заделывать. Вываливать это все. Блин, ну, первонаперво, что меня сейчас раздражает, это то, что у нас нет двери. А я лавочку сейчас сделаю. А ты пока посмотри, Вика, есть ли еще какие-то дыры очень серьезные на улице, чтобы мы их заделали первым, что пена эта одноразовая. А я сейчас, короче, сделаю лавочку. Сейчас запомню, как она выглядит зараз. Я ей сейчас сделаю лялечку, потому что она реально страшная, ей сейчас надо почистить хорошо. Это нам повезло, что лавочка тут эта есть, потому что мы бы не доставали до потолка. То есть я доделаю печь, моя задача сегодня, и доделать лавочку. Ну, в общем, ребят, походил я по селу, еще в одной заброшенной хате я обнаружил дверь. Она, конечно же, ее нужно будет подгонять под размер вот этой вот. Но в любом случае она уже готовая. Просто задолбался ее переть. Сейчас нужно будет ее обрубать. Кстати, не обращайте внимания на вот этот символ. Этот символ я очень сильно ненавижу. Это символ зла и вторжения российских оккупационных войск. Но тогда, походу, никто об этом не задумывался, и просто вот таким образом зашивали двери, чтобы они держались. Так, сейчас мне нужно взять пилу, отпылять вот эту вот часть, потому что здесь, видите, прогнившая, и она здесь просто отваливается. И она реально очень высокая. Дверь здесь проем гораздо меньше. Потом я уже точно замеряю, сколько нам нужен проем и ширину. И уже будем подгонять эту дверь под этот проем. Еще нашел я петлю, потому что здесь, видите, выдрали так, что одна петля есть, а второй петли нет. Нашел вот такую вот петлю. Я не знаю, подойдет она сюда или нет. Так, я уже взял пилу. Самую обычную пилу по дереву, дешевенькую из строймага. И начинаю отпыливать лишнее и очень сгнившие части, которые просто лежали в разваленной хате на улице. Поэтому вот это сейчас двери прогнившие, а вот это более-менее нормальное. Ну ее, естественно, сейчас будем подгонять под вот этот проем. Так, что тут делает Вика, пока я занят? Задула печь, да, и красит. Ну, я ее просто примарафечу, потому что по-хорошему ее надо полностью разбирать. Она уже провалилась, она там отходит с той стороны. Ну, так как вона все равно не рабочая, а человеку тут надо будет проводить некоторое время, людям вернее, мы просто ее закрываем красиво. Ну, чтобы приятно было, что она не моляла глаз. Ну, хотя тут внутри, бачите, тут вона на вид ціла. Тут ничего не провалилося. Хотя в кирпичи выглядят так, ну, цегла выглядят так. Подуставшим уже. Ух ты, уже картина Викина. А знаешь, что я думала, что... А это, до речи, из СО, из Лепа, да? По памятни. По памятни, из линии электропередач в зоне. Это Лепа, которая идет туда, выходит, дорога на Копачи, еще больше Лепа, а далее там уже на горизонте должна появиться Чуйнобильская станция. Класс! А я вообще в будущем хочу, знаете, как закинчится уже в война, и эта хатилка уже не будет потребной, сделать тут маленький музей сталкеров, я не знаю. Ну, может, сталкеры тут принесут свои фото, свои картины, может, кто малюет, для творчих людей. Может, какие-то там речи, которые они там нашли десь біля зони, або что-то связанное. Такое, не дорогое, что не будут тебя красить. Ну, может, таки, знаешь, такая думка, для народного музея. Вот, как в Припяте, мы сделали народный музей для всех, нелегальный музей для туристов, там, где мы садочок, восстановили квартиру, и тут можно сделать для души. Ну, если так будет, я уже после войны, конечно. садочкой. Круто, пока Стас там летает на улице дырки, я готовлюсь до покраски лавки. Зараз нужно выйти из нее вот это все. Я уже вычистила пару дырок, она такая стерезная. Ну что, половинка работы уже готова. вот так она выглядит уже покрашена, так еще не покрашена. Я хочу вот так вот битки и ножки сделать белым кольором. ну что, ну что, наша лавка уже майже готова. Вона нам была хоть ближ-менш такого вигляду, и на ней можно будет в будущем систи. А теперь у нас залишились битки и ножки. И сейчас мы покрасим битки и ножки белым кольором, потому что у нас заканчився кавер. Ух ты! Лавочка уже фиолетовая. Вау. З дверями. Відпилив я и відпилив. Что вы думаете, відпилив я богатенько. Поэтому у нас будет десь вот такая щелина. Ну ничего, это тимчасовая дверь, это временные двери будут. Вот петля, которую нужно забить будет вот сюда сейчас хорошенько ее здесь закрепить, чтобы она не отрывалась. Вон, вы видите, гнездо здесь есть, только заметил. Видите, гнездо. Так бабушка говорит, что тут эти белочки живут. На сердаке, да. А я же думаю, что там бігая пощит? Белочки. Надо им что-то привозить поїсти, горюшки. Надо, надо. Так, ну что, друзья, по правилам нужно эти петли отсюда снять и поставить их в другое место, потому что эта дверь из другой гата и, естественно, петли не совпадают у нас. Либо нужно выдирать петли. я считаю, что, ну, точнее, ответную часть вот эту. я считаю, что лучше петли снять. Хотя, это тоже опасно, потому что двери старые, они просто могут не выдержать. Видите, здесь сверху реечки набиты прямо на петли. Естественно, я не взял гвоздодер. Ты утром подумаешь, что делать. В общем, друзья, с дверями все получается не так легко, как казалось на первый взгляд. естественно. Петли не совпадают. Я не то, что снаружи. Снаружи они вообще не подходят. Первонаперво нужно петли и второе это нужно обязательно гвоздодер на случай, если нужно что-то подогнать и вытянуть старые петли. Пока что временный вид. Это двери в комнату. Естественно, они сюда не подходят. Очень не подходят вы сами видите как, насколько. нужно подгонять, обрезать. Вот я уже промаркировал как нужно обрезать дверь, чтобы она сюда закрывалась, по крайней мере. Но это уже скорее всего на следующий раз, потому что просто реально не хватает инструмента. Поэтому сейчас я буду заниматься столом. Вот такая у меня столешница есть красивая, довольно-таки большая, современная. Нашел я вот таких брусков в соседней заброшенной хате. Собственно, сейчас буду работать пилой, отмерять и делать столик временный. Так, ну что, брусочки я отмерил. Вот поставил позначки на этом. То есть, три хороших ножки у нас будет. Нужно четвертую сейчас сделать. Сделаем, допустим, из вот этого, в принципе, нормальная таска еще такая. Все, сейчас работаю пилой. Все, четыре брусочка на четыре ножки для вот этого столика готовы. Сейчас, собственно, будем их выставлять и просто гвоздочками прибивать, а потом делать еще боковые планочки для жесткости конструкции. Я надеюсь, я делаю все правильно. что это за конструкция? полчасика уже делаю. Это ножки для стола. Я не знаю, правильно я делаю или нет. Я делаю чисто вот как мне логика подсказывает, так и делаю. Я знаю, что внизу еще нужно набить планочки для жесткости конструкции. Вот. И ставить будем уже наверх вот эту столешницу. Я представляю, как ты гвоздяками будешь пробивать эту столешницу. Что, думаешь, она мощная? Ну да, ты ж подивись вона. Ну, какой-то такой столик будет временный. Ну да, чтобы хоть по воду тут же вообще одна лавочка. Хоть кофе попить постоять. А на улице тишина и пахнет зонкой. После дождя. Я так мечтала погулять после дождя возле зоны. Ну что, друзья, вот такой вот каркас получился. Очень-очень, конечно, калечный. Вроде как все держится. Останется только вот эту столешницу прибыть наверх. И все, у нас будет готовый столик. Времяночка такая. Он больше похож на большую табуретку. Да, для великана именно такого, да? Да. Так, может, ты табуреточки можешь сделать? Могу, конечно. Но нам нужен сначала столик, потому что мы кушали на полу вчера. Из-за этого. Берем вот такие огромные гвозди. В эту, конечно, ножку будет тяжело попасть. Интересно, будет гвозь сюда. Тут в хате делала поковейка. Ну что, я самую противную работу сделала. покрасила эти штуки, покрасила вот эти два квадратика и обшкрябала шпателем потолок. Очень, очень тяжело, моя рука просто хватает. Вчера пытался его шкрябать, это капец, конечно. Нет, там надо хорошо шкрябать. Очень тяжело, на самом деле. Теперь что, будешь красить? Да я просто попробую, моя рука была уже. Это штриндец просто. И готов уже стол. Он, кстати, практически не шатается и стоит устойчиво, потому как я сделал, видите, скрепил, в общем, все четыре ножки с разных сторон, видите, для жесткости конструкции. и теперь у нас будет столик. Дверь пока будет стоять вот так, потому что петель нету, да и саму дверь нужно подгонять по размеру еще, чтобы она сюда нормально закрывалась. Ну и искать входную дверь, либо искать где-то, либо делать с нуля. Все, друзья, столик готов. Я думаю, что он нам прослужит верой и правдой и будет очень полезен. Ну и для тех, кто будет гостем в этом доме. Ну да, как и мы. Так, куда мы его поставим? Пока что вот тут. Давай в уголочек подальше. Я его как раз подбирал, я сел на лавочку и чтобы мне было удобно. Как раз это будет такое расстояние, чтобы удобно было сидеть на лавочке и кушать, пить чай, кофе. Как раз. Ну что, что у нас готово пока? Пока что ничего не готово, все можно сказать на самом начале. Ну вот начало, я почала потолок делать, но моя так болеть руки, моя закончилась краска. Там немножко декор, потому что печка будет у нас декорована, она не рабочая. У нас есть окошко, я тут оставлю картину, это я малювала. Думаешь, не украдут? Да хай высыть. Думаешь? Кто-нибудь будет ходить? Ну, украдут, так хай берут. Это такое место, где не ходят никто. Да, и что нам надо, мы будем продолжать, но нам надо краска, короче, надо... Нужна глина, очень сильно нужна глина, и нужна сатен гипс, либо как это, шпаклевка называется. Я очень хочу эту печь провести в порядок. Тут нужно заложить, и в той комнате заложить кирпичами, но только на глину. Я думал, что можно на цемент, но мне подсказали, слава богу, что на цемент нельзя, потому что здесь будет температура высокая, только на глину ложатся эти кирпичи. Так, вылез я на чердак. Друзья, что я хочу первонаперво сказать? Абсолютно офигенно целый чердак. Целый шифер на крыше, нигде никаких дыр нету, посмотрите, он просто идеально выглядит. Просто идеально. Дымоход рабочий, видите? Нигде ничего не вывалено, потому что бывает, лазишь по домам в зоне, и вывалены дымоходы. Ну, то есть разбирали на кирпичи. Видите, здесь все четко. Все заделано, все классно. Видите? Никаких дыр нету в крыше. Вот я вам показал, в принципе, весь чердак. Короче, не знаю, офигенно. Тут даже на чердаке можно что-то придумать, сделать, даже спальные места какие-то. Только лестница нужна. Смотрите, какие-то чашечки эмалированные. Представляете, сколько этому всему лет уже. Вот, видите, какие-то бутинки, сапоги даже, видите, какие. Еще с 80-х годов, еще до аварии, наверное, до аварии на Чернобыльской станции. Видите, никакого, ни мусора, ничего нету. Все, в принципе, классно. вот эта дощечка, мне только не нравится, надо ее немножечко закрыть, чтобы сюда тоже не попадала лишняя влага. Вот если будут деньги, если будет возможность, мы сделаем здесь, ну, просто сказку. Ну, мы постараемся, вы знаете, мы умеем делать хорошо, даже без знаний в строительстве. И у нас будет рабочая группка, я слазил уже наверх, на чердак, и посмотрел, что дымоход полностью целый. Это очень важно было, очень важно. Ну, и все, будем пробовать, что нам дальше надо. Дальше нужно мне будет вставить, конечно же, двери. Двери первые, которые с той комнаты в эту, и двери входные. Обязательно нужно поставить, потому что без дверей очень-очень неуютно. Нужно будет вставить стекла. Честно говоря, никогда не нарезал стекла, надо будет купить стеклорез, посмотреть какие-то самоучители, наверное, на ютубе, как правильно их вырезать. Обязательно вставить это окно. Нужно будет привести либо какие-то с ладушки, либо сделать какую-то кровать, хотя бы одну. Нужно будет сделать либо провести с тобой стульчики. Хотя, в принципе, есть лавочка. Друзья, честно, я задолбался уже просто мыть руки, сливая себя с бутылки. Это настолько неудобно. Я решил сделать самый простой умывальничек, самой обычной полтора литровой бутылки с под минеральной воды. Просто ножиком вырезал его нижнюю часть, и не до конца, чтобы осталась вот такая вот штучка. Вот. И это, сделал здесь, две дырочки сделав, просто сейчас при помощи вот этой тоже найденной возле дома проволоки зацепим его к вот этой части крыльца. И все, и будем наливать сюда воду, и мыть руки можно будет. Готово. Все, можно мыть руки. Такой вот умывальничек, чтобы руки быстренько помыть, наскорую руку сделал, вот так ножичком вырезал, проволочкой примотал к вот этой деревяшечке, которая держит крыльцо. Чуть-чуть откручиваем вот так пробочку, и вода начинает течь. Все, нужно мыть руки. Нужно даже умыться. О, то, что надо. А знаешь, как тут можно сделать? Сделай так красиво, купить гирлянды, которые на этом, как называться, на батарейках. И вот так, когда уже, когда уже сделаем потолок, можно по периметру, типа, так сделать, тоже взять фиолетового цвета, такие, синие или фиолетовое. Сделай такие тут уютненькие уголочки. Я думаю, те люди, для кого мы это стараемся, они это оценят. Ну, хотелось бы еще ДСП взять, потому что здесь, видите, уже обшивал кто-то, видно, в 80-х годах даже, а потом кто-то отодрал, видите, вот тут нет. Лучше бы гораздо было обношить еще ДСП, и уже его, уже покрасить нормально. Да, как вы считаете? Обязательно ваши все пожелания, особенно те, кто строительный меня смотрит, пишите в комментарии, я все ваши комментарии прочитаю. Обязательно поддержите видео лайком. Дальше, что мы делаем? Материалы у нас почти закончили, сейчас мы едем уже за материалами обратно в Киев, покупаем все, что нам будет нужно для этого, и возвращаемся уже обратно через пару дней. Продолжать работу дальше, не буду говорить, что заканчивать, продолжать дальше, потому что работы тут просто масса. Мы только и начали. Видео будет, ну, я думаю, что видео 5-6 будет точно с этого проекта, поэтому запасайтесь попкорном, печенюшками, чаем, будет интересно. Помимо этого, у нас еще чекают наружные работы, и как из этого леса, из этого леса сделать маленький-маленький дворик, там, где можно будет просто выйти и подыхать свежим поветрием. Правильно? Палочки, столик на улице сделать, беседочку сделать, ту комнату еще надо будет потом сделать. Мы вообще не трогали, потому что нам пока это не по силам. Там полная разруха, пока что. Остатки было из жизни, фотки разные. Ну, фотки мы оставим, я их помыю, восстановлю, может альбомчики. Не знаю, честно, мне очень нравится. Это для меня вот как отдых даже. Я устал на самом деле, но для меня это как отдых. Что-то творить своими руками, что-то делать. Это реально классно. Тем более, что я знаю, что это пригодится кому-то. Ну что, Стас, мы с тобой тут насвинячили, теперь надо просто убрать все, провести в порядок. И можно выдвигаться за инвентарем и продолжать.